Yahweh Shammah is found in Ezekiel, chapter 48, verse 35, speaking of God being present in the city of Jerusalem. We have in our translation, we have, and God is there, Ezekiel 48, verse 35, God is there, God is present. So, it, God's describing himself as a God who is present in that city. Бог присутствует в том городе. The declaration of his presence. Это провозглашение его присутствия. So, that's fulfilled with the coming of the Holy Spirit. That the fulfillment of the Holy Spirit, God is there in you. You now are the temple of God. You are, if you will, the holy city of God. В смысле, что Дух Святой наполняет нас, и мы тоже есть святой город Божий. Каждый из нас. В Новом Завете написано, что он не в рукотворенных храмах живет, но живет в сердцах своего народа. Он не оставит и не покинет нас. Если мы смотрим на ту модель молитвы, которую дал нам Ишуа, он начинается с того, чтобы мы говорили о том, кто он есть и что он сделал. И то, что он сделал, и то, кем он является, может быть найдено в его именах. И есть много именов Божьих, которые он нам дает нам в Скидке. У нас в Писании находим много имен Божьих. И мы рассматриваем восемь составных имен. Мы говорим о том, что он Яхве Циркейну. Он наше оправдание. Яхве Микодиш. Он, который освящает нас. Он наш мир. Он примирился с нами. Мы располагаем. Он принадлежит с Богом. И Яхве Шаман. Бог присутствует. Он присутствует. Так же пять плодов, или пять благословений Нового Завета. Это оправдание. Потом полнота Святого Духа, это благословение Нового Завета. Это, то есть, имя Его, Яхве Шама. А также обещание теперь исцеления и здоровья. То есть, откровение имени Яхве Рофе. Бог, который исцеляет. Бог доктор. Он исцеляет, врачует или восстанавливает. Это более чем просто физическое исцеление. Это больше такое эмоциональное, так же эмоциональное исцеление. Исайя говорит об исцелении, которое придет через Ишу. Исайя, chapter 53. Исайя, chapter 53. Исайя, chapter 53. Let's look at that. Исайя, chapter 53, beginning with verse 4. Четвертый стих. These are the passages that have been referred to as the suffering servant. Это место о страждущем судье. And we understand that they are messianic passages. Это messianские такие стихи. They are speaking of the coming Jesus. And in verse 4, it says, surely he took up our infirmities and carried our sorrows or diseases. Написано, что он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем. And by his stripes or wounds we are healed. Ранами его мы исцелились. And so, God is declaring through the prophet that there was one that was coming that would secure healing for the people of God. Бог открывает пророку о том, что грядет тот, который возьмет на себя болезни и заберет на себя немощи. And so, God says to us, as New Testament believers, Бог говорит к нам, как верующим Нового Завета, that he is our healer because of the shed blood of Jesus for us. So, once again, we receive healing not because of what we do or don't do. То есть, мы получаем исцеление не благодаря тому, что мы делаем или не делаем. Но исцеление — это благословение для нас. Благодаря тому, что Ишуа сделал для нас. Я исцелен, потому что кровь Ишуа была принесена за мое исцеление. Ранами Его я исцелен. Now, we find in Matthew, the eighth chapter, Матфея 8, where Jesus' healing ministry was a fulfillment of this scripture. Мы видим подтверждение из того, что это слово исполнилось из Исаии 53 главы посредством служения и исцеления Ишуа. And so, in Matthew chapter 8, verse 16 and 17, 16-17 стихи, 8 глава Матфея. Когда же настал вечер, и к нему привели многих бесноватых, и он изменал духов словом и исцелил всех больных. And this was to fill what was spoken to the prophet Isaiah. Вот исполнение того, о чем говорил Исаия. He took up our infirmities and carried our diseases. Он взял на себя нашу немощь и поднес наши болезни. And so, this New Testament scripture confirms that Jesus purchased healing for us in the atonement, on the cross. То есть, то местоописание говорит о том, что все это исполнение об исцелении совершилось на кресте. And so, God had already revealed himself to the Jewish people as I am the God that heals thee. We know that the promise of God for the children of Israel as they were in the wilderness was that they would not be afflicted with disease. Помните слово, когда Бог говорил об детях Израиля, что когда они будут в пустыне, да, то болезнь не коснется их. And that, of course, was an old covenant promise. And so, the Hebrew writer teaches us that the new covenant is a better covenant than the old covenant. And so, if he's a God who heals in the old covenant, is he not still the God who heals in the new covenant? If he was the... If God healed during the old covenant, will he also provide healing in the new covenant? Он также исцеляет еще больше во времена нашей, во времена Нового Завета. Yes. Да. So, he has promised to us that he is our healer. То есть, он пообещал нам, что он наше исцеление. Now, once again, notice, it's not because we begged him to be our healer. Не потому, что мы умоляем его быть нашим целителем. But it is God said to us, I am your healer. So, he says, I am your healer, and implied in that is ask me for healing. То есть, я ваше исцеление, и это подразумевает то, что просите меня об исцелении. В Евангелиях мы видим, что больные приходили к Ишуа, и он исцелял всех. И у нас та же самая возможность получать исцеление через крови Ишуа. Через его раны я исцелен. Исцеление — это не то, что Бог собирается сделать в будущем когда-то. Но это то, что Он приготовил нам в прошлом на кресте. То, что Он приготовил нам на кресте, это то, что мы получаем сейчас. По вере мы благодарим Бога за Его исцелительную силу. И благодарим Его за исцеление нашего тела. Итак, мы учимся через провозглашение и исповедание брать то, что наше. И так же, как и все остальное в нашей жизни. То есть, если я не провозглашаю и не говорю о праведности, то я таким образом вряд ли буду ходить в праведности. Если не утверждаю и не принимаю свое примирение с Богом, то не смогу ходить в мире с Ним. То есть, он также должен утверждать и принимать исцеление, чтобы ходить исцелено. Но так же самое, я не должен заламывать Богу руки, чтобы он меня исцелял. Не выпрашиваю исцеление. Но я получаю то исцеление, которое Он пообещал. Потому что Он Яхве Рофе, тот, который исцеляет. То есть, я не должен платить цену, чтобы получить исцеление. Ишу уже уплатил цену. Он приготовил мое исцеление. Моя вера в то, что Он пролил свою кровь за меня, помогает мне получать исцеление от Него. Мой фокус не на мне и не на своих чувствах. Но на крови еще единственная вещь, на которую Бог смотрит. Которая приготовила для меня все, кем Бог является. Благодаря крови только. Классно, не правда ли? Точнее, правда классно. Неважно, насколько вы образованы. Более образованные не получают больше Бога. Образование помогает нам лучше действовать в нашем обществе. Но не дает нам лучшей позиции перед Богом. Деньги вообще не важны. Все получаем благодаря крови. То есть, мое провозглашение. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, что Ты Яхве Рофе. Ты мой целитель. Сегодня я исцелен. Сегодня я хожу здоровым. Ты приготовил исцеление для меня. У меня все в порядке благодаря ранам Ишуа. Ты всегда будешь моим доктором. Ты не перестанешь быть моим целителем. Если вдруг ты решишь перестать быть моим целителем, то ты должен перестать вообще быть тем, кем ты есть. Понимаете, что это невозможно? Бог не может перестать быть моей праведностью. не может перестать быть Моим святостью. Не может перестать быть Моим миром. Не может перестать присутствовать. И не может перестать исцелять. Потому что это то, кем Он есть. Это Его имя. Если Ему нужно перестать быть тем, кем Он есть. И значит, Он перестанет быть тем, что Он делает. Но это никогда не случится. Потому что Он всегда будет тем, кем Он есть. Он не только исцеляет 10 дней назад и все. Он не будет Моим целителем через месяц. Он сегодня Мой целитель. Потому что это то, кто Он есть. Слава Господу. Мне тоже Бог сейчас служит. И я говорил об этом. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Да, я, Яхва Рофе. То есть, мы в согласии. Это общение, причастие. Мой дух становится счастливым в Господу. Это радость Господа. И эта радость приходит ко мне, когда я вспоминаю, кто Он есть. Ты, Яхва. Ты все, что мне нужно. И это приносит радость в мое сердце. И написано, что Царство Божие – это радость, мир и радость. А, праведность, мир и радость в Духе. И Неми написано, что радость в Господе – это наша сила. Нужна ли вам сила, когда особенно вы утром просыпаетесь? Он говорит, что радость в Господе – это наша сила. Радость в Господе – наша сила. Да, так мы общаемся с Богом, провозглашаем то, кем Он есть. И радость Божья наполняет нас. Мы укреплены в Господе. И мы готовы прожить новый день. Аминь. 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 Четвертое благословение Нового Завета. Свобода от проклятия. Давайте перейдем в Галатам 3. Галатам 3. Десятый стих. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвой. Ибо написано «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». И Библия говорит о том, что праведность от закона приходит только тогда, когда подчиняешься всему закону. То есть, если не можешь исполнять весь закон, то там есть проклятие. Но Библия также говорит, что Ишу освободил нас от этого проклятия. В 13 стих. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвы. А там написано, что Христос избавил нас от проклятия закона, сделавшись для нас проклятием. Помните, что когда Адам согрешил в Эдемском саду, то он принес проклятие на землю. И вы помните, что вся земля была проклята из-за этого. То есть, упавший человек жил под проклятием. И только через отношения с Богом это проклятие убрано. В Библии написано, что поверил Авраам Богу, и он заменил ему это в праведность. То есть, Бог дал Аврааму праведность, когда тот поверил его обещания. Но обещания Аврааму, оно было о Иешуа, который должен был прийти. То есть, Авраам, который жил 2000 лет до Иешуа, смотрел на Иешуа по вере. И Бог вменил это ему в праведность. И когда Иешуа пришел, Он понес на крест наше проклятие. И теперь, когда возвращаемся, смотрим на крест. И верим в то, что Иешуа уже сделал. И Бог это нам вменяет праведность. И вытягивает нас из-под проклятия. И в 14-м стихе написано. Дабы благословение Аврааму через Христа Иисуса распространилось на нас. То есть, Божий план, чтобы мы были не под проклятием, а под благодатью. И благодаря тому, что сделал Иешуа, мы не под проклятием, но под благодатью. Мы больше не под проклятием греха или закона. Теперь под благословением Божьим. То есть, по вере в то, что сделал Иешуа, мы уже не живем под проклятием. То есть, ваша жизнь не проклята. Семья не проклята. Дела ваших рук не прокляты. Тело не проклято. Вы не прокляты к ошибкам. Но вы благословлены на то, чтобы иметь успех. Божий план не к тому, чтобы вы упали. Но Бог запланировал, чтобы мы были успешными. Божий план на то, чтобы мы были успешны во всем, к чему Он нас призывает. Враг пытается поставить нас под проклятие. Он хочет проклинать нас словами. Он хочет говорить, что мы недостаточно хороши. Вы не можете делать все правильно. Что-то не так у тебя. Ты неудачник. Да, неудачник. Слышали когда-нибудь, как враг вам такие вещи говорит? Это слова проклятия. Но мы не под проклятием. Мы под благословением. Так что, в соответствии с Новым Заветом, мы можем делать все вещи через Христа, который дает нам силы. Согласно Новому Завету, мы во Христе теперь, чтобы творить новые дела, благословенные. И что, забрал проклятие от нас? То есть, нам теперь не нужно жить под проклятием. Хорошая новость, что Бог нас не проклинает. И это потому, что мы под кровью Иешуа. Враг не может проклясть вас. Итак, наше провозглашение, что я благословен, а не проклят. Я хожу в благословениях Божьих, а не в проклятиях. Потому что Иешуа взял крест за меня. Согласно тому, как я выгляжу, и такой, какой я по природе, то, конечно, я заслуживаю проклятия. Потому что моя природа, она приводит меня ко греху. Но моя отношение с Богом не основывается на моей природе. Отношение с Богом основано на кровей Иешуа. Итак, я смотрю на кровь. И возглашаю, что я не проклят, а благословен. Не важно, как я чувствую. Не важно, что против меня. Я благословен, я не проклят. Не важно, что другие говорят обо мне. Я благословен, не проклят. Не важно, что если все обстоятельства вокруг против меня. Я благословен, и я не проклят. Я буду успешен. Я преодолею все. Потому что я под благословением Божьим. Не под проклятием. Бог обеспечивает меня всем, в чем я нуждаюсь. Когда Иешуа пошел на крест, солдаты сделали корону из терния и положили ему на голову. Они даже не понимали, что то, что они сделали, вот эти вот терния, оно означало проклятие. Потому что через грех, который совершил первый человек Адам, земля была проклята тернием, помните? То есть терния обозначает и символизирует проклятие. И Иешуа взял на себя эту корону из терния. Они вдавили его в его череп. И он пролил свою кровь. И забрал проклятие. И похоронил его в своем теле. Мы не будем никогда носить эту корону из терния. Нам не нужно носить никаких проклятий. И Иешуа понес за нас. И так Бог стал для нас Явэй Ира. Ира. The God who provides. He provides all things. He's provided our redemption. He's provided our blessing. He has ordained that we walk in success. Что мы успешны. Joshua 1.8 says As we meditate on the word of God. Да, да, да. 1.8 Иисус Навин 1.8 Да не отходит себе книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Бог уготовил нас быть успешными. He says we're the head and not the tail. He says we're the head and not the tail. Он сказал, что мы голова, а не хвост. Мы побеждаем. He has met our needs. Он отвечает на наши нужды. And so we give him praise. И так мы прославляем его. Because he is Yahweh Yira. Потому что он Yahweh Yira. He has made provision for us. Он обеспечивает нас. He has enabled us to be under his blessing. Он сделал нас способными быть в его благословении. And so I declare I'm blessed when I go out. И я провозглашаю, что я благословен, когда я выхожу. Когда я вхожу. I'm blessed when I lie down. Когда я ложусь. I'm blessed when I get up. Когда я встаю. Why? Because of the blood of Jesus. Благодаря крови Иисуса пролито из-за меня. And so I start each day not cursed, but blessed. И так я начинаю каждый новый день. I will succeed today. Because God has provided blessing for me. And so I'm going to go chase down the blessing. I'm going to find the blessing that God has. Так я пойду и буду преследовать благословение. I'm going to walk in the blessing. Я буду ходить в благословение. A picture of God's provision is found in Abraham as he went to the top of Mount Moriah with Isaac, his son. То, что Бог обеспечивает все. Образ этого мы находим, когда Авраам пошел на гору моря приносить жертву Искака. Isaac asked where is the sacrifice? Искак спросил, где жертва? And Abraham said, God will provide the land. Авраам сказал, что Господь осмотрит жертву. And so the picture is they are walking up the mountain. И картина такая, они поднимаются вверх по горе. So that on one side, Abraham and Isaac are walking up to the top. По одной горе поднимаются Авраам и Искака. And on the other side, God is leading the lamb to the top. And on the other side, God is leading the lamb to the top. Abraham can't see to the other side of the mountain to see the lamb. And Abraham can't see to the other side of the mountain to see the lamb. But by faith, he declares, God will provide. So that when they get to the place of need, God's provision is there at the time of the need. Божье обеспечение уже там. Когда мы нуждаемся, Бог дает. You and I will have many needs throughout our life. Вы и я будем иметь множество нужд в жизни. God has promised to meet those needs. Но Божье обещание, что Он ответит на эти needs. We may not be able to see them with our eyes. Можем не видеть это сразу своими глазами. But we need to know everything God has called us to. Но должны верить, что все, к чему Бог нас призвал, He will provide the need for us to walk in. Он обеспечит, чтобы мы это исполнили. Because He is our provider. Он наше обеспечение. And so we give Him praise. И поэтому славим Его. Аллилуйя! Аллилуйя! All right, let's look at two more. God has given us His name Yahweh Nisi. Yahweh Nisi. And Nisi, Yahweh Nisi means God my banner. Это значит Бог мое знание. And that word banner can also be translated like a pole or a standard. Ну или там стандарт. It's representative of people rallying around or coming to the banner that represents them. То есть, вы помните, что колено, они собирались вокруг знамени каждого колена. But it also represents victory in battle. И также представляет собой, поднятое знамя представляет собой победу в битве. Because the banner of an army would always go in front of the army. Because the banner of an army would always go in front of the army. And if your banner was still waving, you were the victor. То есть, если все еще знамя впереди, то значит идет победитель. Бог говорит своему народу, что Я ваше знамя. Я тот, вокруг кого вы собираетесь. Потому что Я ваш победитель. И приношу вам победу. Другими словами, Бог, который борется за меня. Или Бог, который приносит победу. Или Бог, который приносит победу. Ну это что-то все. Это Бог, который помогает мне преодолеть. И евреи понимали нужду в том, чтобы иметь победу. Потому что они не знали, что им нужна победа. Jehoshaphat prayed and said, There is no way we can defeat this huge army that's coming against us. What's he said? Jehoshaphat. А, и Иосифат сказал, что идет армия, которую мы не можем победить. And God said, the battle is mine. Но Бог сказал, броня, она моя. I'll bring you victory. Я принесу победу. And so Isaiah chapter 11 verse 10 Иисайя 11, 10 Иисайя 11, 10 Говорится о будущем знамени, которое будет у народа Божьего. И будет в тот день, корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. Это место Писания говорит о Ишуа. Говорится о том, что Ишуа — это наша победа. Ну, то есть, каким образом? Потому что Бог взял, Ишуа взял на себя грех. He took on the devil, дьявола. He took on death, смерть. And he took on hell, и ад. And he became victorious over all of them. И победил их все. The Bible says in Colossians chapter 2, 2. Colossians 2. Verse 14. 14. Истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас, И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Ишуа победил дьявола. Взял все, что было против нас, и победил все это. У него совершенная победа. Римлянам 8, 37, 36, 37. А, 37. Римлянам 8, 37. Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Потому что Ишуа был за нас победителем, он сделал нас победителем. Он стал нашим знаменем и нашей победой. Он забрал всякую власть у всякого господства, которое действовало на нас. И он забрал силу страха перед смертью. Это очень важно, потому что он утвердил то, что мы не должны бояться умереть. Встретить смерть. Почему мы не должны бояться смерти? Потому что фактически мы никогда не умрем. Потому что отсутствие в теле значит быть вместе с Богом. Павел говорит о том, что жизнь Христоса – смерть приобретения. Да, классный у меня переводчик, и это значит, что мы здесь заканчиваем и переходим в другую жизнь. То есть мы не умираем, но мы продолжаем жить. Нет, я сказал, что ты сказал, что я у меня хороший переводчик. У него невероятный переводчик. Офигезный переводчик. Мы его платим хорошо. Хорошо, ему дадим пожертвования, соберем, да? Бог не стал для меня победителем, потому что я заслуживаю этого. И Он не обязан мне побеждать в моей жизни, потому что я был такой классный. Просто Бог есть моя победа благодаря Крови Ишуа. Бог тот, который борется в моих битвах. Он борется в моих переживаниях. Это не значит, что у меня никогда не будет вещей, с которыми я буду бороться. Но Он мне даст победу в моей борьбе. И когда я просыпаюсь каждое утро, нет для меня никакой битвы, которую бы я не смог преодолеть с Ним вместе. Но если я не буду верить в то, что Он дает победу, то тогда мой страх будет уводить меня, и я буду бояться вообще встречаться с битвами, и поэтому не смогу победить. Но когда я просыпаюсь утром, я славлю Его, потому что Он Бог Яхве Нисии. И Он Яхве Нисии для меня сегодня. И Он борется моей борьбой сегодня для меня. Он уже дал мне победу над смертью, грехом и могилой. Но сегодня Он также дает мне победу против врага, которые пытаются меня одолеть. Благодаря тому, что Он Яхве Нисии, я сегодня победитель. Я сегодня воин, завоеватель. Я побеждаю сегодня. И так же Он открывается мне, как Яхве Рохи. И это означает, что Бог мой пастырь. То есть, Бог для меня точно так же, как пастух для овец. Пастух следит за тем, чтобы овцы были накормлены, и чтобы их все нужды были обеспечены. Пастух даже лучше знает нужды своих овец, чем они сами знают. Пастух защищает своих овец. Он поведет их тем путем, который они должны идти. Пастух Дэвид это понимал. Господь, пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться. Другими словами, Он полностью обеспечит меня в моих нуждах. Я могу доверять Ему, чтобы Он заботился обо мне. И Иешуа говорит, что Он добрый пастырь. Все, что у Него есть для нас, хорошее. Мы должны учиться доверять Его доброте. Итак, как мы отвечаем на то, что приходит в нашу жизнь и кажется не очень хорошим для нас? Мы можем признать то, что мы не совсем понимаем, что происходит. Но мы знаем, что Бог — благ. И Он даст и произведет свое добро, несмотря на то, что я сейчас переживаю. У вас есть дети у кого-то из вас? Как родитель, вам иногда нужно разрешить ребенку прикоснуться к горячему в духовке, чтобы они поняли, что это не надо так делать, что это опасно. Иногда вы, как родители, должны просто дать свободу ребенку, чтобы он понял, что это не нужно делать. Иногда мы переживаем всякие такие вещи и думаем, что Бог забыл о нас. Или мы можем, ну, верим в то, что Бог допустил это. Но Он хороший, добрый отец и хороший пастор. Потому что, и Он делает это для того, чтобы мы возрастали. И даже через свои ошибки нам нужно учиться. Даже если мы знаем, что Он пастор, это не значит, что мы никогда не будем больше делать ошибок. Это не значит, что мы не будем переживать боль в своей жизни. Но это значит, что через такой опыт Он обтачивает и делает совершенную нашу жизнь. Нас в нашу жизнь. И утверждает нас в прекрасность. Но Он наш пастор. И Он водит нас к водам тихим. Давайте встанем. Давайте сделаем такое признание Богу. Декларации. Про возглашение. Согласно тому, что мы выучили. Что мы узнали. Отец наш, Небесный. Ты мой Отец. Ты мой Отец благодаря крови Иешуа. Ты выбрал быть Моим Отцом. Ты всегда будешь Моим Отцом. Ты никогда не перестанешь быть Моим Отцом. Ты всегда будешь Отцом для меня. И я славлю Тебя за то, что Ты сделал меня Своим Ребенком. Я принадлежу Тебе. А Ты мне. И я благодарю Тебе, что Ты стал для меня Моим Спасением. Ты Бог, который спас меня. Ты Бог, который сделал меня праведным. Я праведен благодаря крови Иешуа, которая была пролита за меня. Ты Бог, который делает меня святым. Я свят благодаря крови Иешуа, которая была пролита за меня. И Ты мой мир. Ты утвердил мир со мной. И Ты вложил Свой мир в мое сердце. Я могу прийти в Твое присутствие. Потому что у меня есть мир с Тобой. Ты не злишься на меня и не гневаешься. Ты принимаешь меня. Я принадлежу Тебе. Ты Бог, который присутствует. Ты во мне благодаря Духу Своему. Ты наполнен меня Своим присутствием. Никогда не оставишь меня и не покинешь меня. Не важно, чувствую я тебя или не чувствую. Ты Бог, который внутри меня. Ты мой целитель. Ты исцеляешь меня от всех болезней. Нет такой болезни, которую бы ты не смог исцелить. Ты мой целитель. И я славлю Тебя. И Ты также мое обеспечение. Ты обеспечиваешь меня всем, что мне нужно. Ты забрал от меня проклятие. И Ты призвал меня ходить благословениями Авраама. Я благословен, когда вхожу и когда выхожу. Я благословен, когда сажусь и когда встаю. Ты отвечаешь на все мои нужды благодаря Твоей славе через Ишуа. И Ты мое знамя. Ты моя сила. Ты побеждаешь моих врагов. И даешь мне победу. Я больше, чем победитель. Я завоеватель. Благодаря крови Ишуа. Ты мой пастор. Никогда не оставишь. Но поведешь меня. Обеспечишься для меня. Защитишь меня. Потому что я покрыт Твоей кровью. Я славлю Тебя. За то, кто Ты есть. И за то, что Ты уже сделал. И за то, что Ты собираешься сделать. Благодарю Тебя, что я стал совершенным в Ишуа. И у меня есть все для жизни и жизни с Тобой, Божий. Я омыт. Я очищен. Я отделен. Я новый. Я прощен. Я наполнен. Я новое творение. Все благодаря крови Ишуа. Могу делать все. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Спасибо за Твою кровь. Спасибо за то, кем Ты есть. За то, кем Ты есть во мне сейчас. Благодаря Твоему выбору. Благодаря Твоей крови Ишуа. Я дитя Божье. Я славлю Тебя. Аминь. Аминь. Славьте Бога. Слава Тебя Богу. Спасибо, Господи. Слава Господу. Аллилуйя.